Ну вот, наконец-то мы и подошли к последнему уроку практической части. Здесь, в этом уроке, мы будем с вами собирать созданные кадры. В предыдущих двух уроках мы научились уже улучшать кадр, затем его выводить в определенный файл, то есть либо в Image, то есть в изображение, последовательность изображений, или в непосредственном видео. Теперь давайте посмотрим, как его собирать на монтажном столе. Заходим в Blender, все здесь по умолчанию у нас. Нажимаем вот эту вкладочку и здесь переходим в Video Editing. Первое, что нам нужно понять, так это то, как добавлять файлы. Файлы у нас добавляются нажатием клавиши Shift-A. Здесь появляется, как и во всех остальных окнах в Blender, появляется выпадающее меню, которое мы можем добавлять. Либо здесь есть вкладочка Add, которая дублирует. Я буду делать все через Shift-A, так как мне так удобнее. Первое, что мы добавим, это я вам покажу, как добавить изображение. Shift-A, Image берем, заходим сюда, Final, и вот у нас есть изображение. Мы выбираем любое, Add Image Strip. Добавилось. Оно у нас ровно секунду будет длиться, вот по длине. Видите, здесь показывается, первый показатель это временной, и второй показатель это количество кадров. Так как у нас сейчас получается, что... Получается 24 кадра в секунду, да. Окей. Для того, чтобы увеличить длину изображения, есть вот такие два бегунка, да. То есть, первый можно тянуть, и за второй можно тянуть. То есть, мы тянем до необходимого нам показателя, то есть, вот до 74 кадра. Теперь у нас увеличено изображение. Продолжительность показа изображения. Как еще можно это сделать? Мы можем выставить в нужную позицию наш курсор, выделить, ну, давайте снимем выделение, выделить вот этот треугольничек, видите, только он горит, а другой не горит, и жмем Shift-S. То есть, у нас этот треугольничек автоматом притянется к нашему курсору. Чтобы расположить, вот, например, нам нужно, чтобы все-таки изображение начиналось с первой секунды, мы выделяем полностью все изображение. Ну, давайте снимем выделение, выделяем нажатием правой клавиши мыши, и жмем Shift-S. И у нас изображение подстраивается под курсор, то есть, перемещается к месту курсора. Все то же самое мы можем проделать с видео, ну, то есть, вот, перемещение через Shift-S, с видео, с аудио, с изображением мы увидели, что уже это делаем. Давайте его переместим опять в первый кадр. Это тоже переместим. Следующее, что мы добавим, это мы добавим видео. Смотрите, один еще секрет. Если у вас, вот, бегунок много очень стрипов, таких вот, да, и бегунок расположен где-то по центру, чтобы через клавиши перейти к концу стрипа, да, мы можем нажать Page Up, либо Page Down, чтобы перейти к началу стрипа. И так мы можем прыгать по стрипам. То есть, сейчас я это еще раз покажу. Давайте перейдем к концу стрипа, чтобы в этой позиции добавить еще один видеофайл. Shift-A, и здесь выбираем Movie. Ну, и здесь вот есть у нас изображение. Давайте мы добавим вот этот, наверное. У нас добавилось изображение. Смотрите, есть у нас правая панель. Я сейчас нажал Shift-S, чтобы увеличить именно это окно. На правой панели у нас есть немного настроек этого видео и изображения. То же самое характерно для аудио. Их очень много здесь. Ну, давайте на примере видео. Здесь имя, тип, blend это тип смешивания, смешивания с другими. То есть, это более подробно нужно посмотреть уроки по слоям. То есть, вот здесь, в принципе, все дублируется. Дальше. Это прозрачность изображения. Очень интересный. Давайте покажу вам. Очень интересный эффект можно получать. То есть, переходы делать за счет этой прозрачности. Ее можно тоже анимировать, так же, как и остальные бегунки в Blender. Следующий Channel. Channel это вот эти вот дорожки. То есть, если мы нажмем на второй, он автоматом перепрыгнул на вторую. Ну, я люблю делать так, чтобы каждый следующий кадр был на отдельной строчке. Дальше. Start Frame. С какого кадра начинается длительность. Сколько кадров длится. Здесь идет некая информация, мета-информация. Вот что нас порой бывает, интересует это разрешение оригинальное. Смотрите, как можно подстроить изображение видео под изображение... Ну, точнее, изображение, исходящее под изображение вот этого видео. Давайте откроем здесь не 3D View, а Properties. Давайте поменяем какое-то изображение. Вообще, поставим левое, грубо говоря, да? Смотрите, 720 на 576. Снимаем тут выделение. Теперь выделяем видео, либо изображение, по которому мы будем подгонять все изображение. Выделяем его. Идем в Strip. И здесь выбираем Set Render Size. Видите, автоматом изменилось разрешение в исходящем, да? В рендере. На разрешение нашего видео, которое вот здесь указано, да? Давайте дальше пройдемся по некоторым настройкам. Дальше. Здесь путь к нему. Цветовая схема. Количество кадров в секунду. Здесь дальше идут... Честно, не скажу, Stream Index, я не скажу, что это такое. Дальше Image Offset. Это можно его, это изображение, смещать во вьювере, да? То есть, вот. Она у нас смещается. То есть, это абсолютно можно брать его под полный контроль. Image Crop. Это обрезание. То есть, сверху мы обрежем его. Ну, оно то есть увеличивается чуть-чуть, обрезается верхняя часть, да? Слева тоже вот можно обрезать. Оно... Есть какой-то некий алгоритм, который... Как... Типа обрезает это видео, да? Так. Stream это у нас... Типа обрезание. Ну, я сейчас объясню. То есть, оно очень хорошо работает с аудио, с изображением, но вот с нашим видео не совсем хорошо. Давайте удалим его. Page Down. Shift A. Movie. Ну, давайте какой-то letters добавим, да? Приместим его на канал. Смотрите. Выделим, давайте, наше изображение. Вот, Trim Duration. Это вот у нас увеличивается значение длины нашего... Ну, то есть, Trim это вот обрезание по краям, да? Trim Start это обрезание по переднему краю. Trim End это обрезание по краю... По краю... Второму краю, конечному краю, с правой стороны, да? То есть, для видео это тоже характерно, но видео, к сожалению... Видео у нас не... Давайте так. Видео у нас, к сожалению, фиксированной длины. То есть, там несколько кадров, поэтому это не совсем работает. Так, фильтр мы рассматривать не будем. Здесь тоже много настроек. То есть, здесь можно вплоть до того, что... Давайте... Flip делать разное. Ну, интересно. То есть, тут нужно просто играть с этими всеми показателями. Ну, вот, интересные x, y, то есть, повороты. Затем, есть Proxy Time Code. Это очень интересная штука, на самом-то деле. Смотрите. Давайте я про настройку одну вам скажу. Вот, идем в File, User Preference. При работе с видео вам нужно выделять как можно больше памяти под видео. Поэтому, по-моему, в System сейчас... Да, в видео, то есть, вкладку System, идем вниз, мы... Вот, Sequencer и Clip Editor. Мы выделяем память, ну, кэш, выделяем под кэширование видео. Здесь у меня стоит 2048, то есть, у меня там 4 гигабайта, по-моему, насколько я помню, на данном ноутбуке. Поэтому я поставил половину, ну, можно до 3-х догнать. То есть, вы ставьте как можно больше, ну, естественно, оставляйте некоторые средства на выполнение остальных задач. То есть, не ставьте по максимуму, там, вот, у вас 8 гигабайт, да, и вы там ставите 8 здесь. То есть, вот это вот значение ставьте максимальным, но оставляйте некоторое количество, там, 2 гигабайта оставляйте в запасе. Ну, я рекомендую. Но, когда компьютер более... То есть, мой тянет ноутбук, но когда он более слабый, вам, например, когда вы делаете монтаж со звуком, и вам нужно в реальном времени видеть, где вставить звуковую дорожку и где вставить какой-то звуковой эффект. Вы можете сделать прокси тайм... Ну, прокси файлы данного видео. Что это означает? То есть, прокси файлы – это сжатая версия данного видео. То есть, оно будет ужато, но при рендере оно будет точно таким же, как и вы его подгружали. Данную возможность я узнал... Костя у нас был такой плейбекер на съемках. И вот он мне показал, как это делается. Я, естественно, этим же вечером пошел и посмотрел, есть ли в блендере. То есть, это давненько довольно-таки было. И я был удивлен, когда узнал, что в блендере на монтажном столе есть прокси... создание прокси файлов. Очень удобно. Как это делается? Выделяется видео, либо серия видео. Идется сюда, ставится галочка прокси тайм-код. В принципе, можно менять тут прокси кастом директория, прокси кастом файл. Это пользовательская директория и пользовательский файл. Я не ставлю никогда эти значения. Затем степень сжатия, на сколько процентов уменьшится, получается, файл. То есть, ужмется. Я ставлю на 25. Где его можно поменять, это значение на 25? Set, Select, Strip, Proxies. Вот здесь выбираем и выбираем... То есть, если мы поставим 50 и нажмем OK, здесь у нас поставится 50. Ну, мы ставим 25 и ставим OK. Вот, по умолчанию. Дальше идет ужимание изображения. То есть, до какой степени. Ну, я ставлю 40, там, 30, 50, если у меня какое-то там динамическое видео. Здесь тайм-код. Я, честно, его никогда не использовал, поэтому не буду вам лгать. Здесь каким-то образом выставляются тайм-коды на видео. И их в прокси-файл записываются. Ну, вот такая вот интересная. А, и затем, чтобы сделать этот прокси-файл, мы жмем Rebuild Proxy and Timecode Includes. То есть, вот, жмем на это, и внизу появляется вот такой вот бегунок. Вот он быстро у меня просчитал. И сейчас, в реальном времени, можно смотреть все. То есть, вот, просматривать. Просто у меня еще запущена одна программка для записи, поэтому компьютер, естественно, чуть-чуть работает на повышенных таких оборотах. Так, модифайер здесь есть. На рабочем столе вы также можете улучшить видео ваше, да. Мы можем использовать модифайеры. Здесь есть Color Balance. Очень классная штука. То есть, вы здесь можете улучшать внешний вид вашего видео, да. То есть, вот, а мы поставили Use. Вот, да. Ну, вот, меняется. То есть, вы меняете некие значения. То есть, это очень круто подходит, когда вам нужно подогнать... Несколько видео у вас получились чуть-чуть разнообразие по цвету, и вам нужно его подогнать. Вы используете эти модификаторы. Здесь есть их очень много. Ну, вот, я использую Color Balance и Curves. То есть, это баланс... Ну, вот, общий это баланс белого и черного. Затем вы отдельно можете цветовые гаммы в RGB делать, то есть, менять, да. То есть, вот здесь можно подгонять нужные вам значения. Ну, и тут Hue Correction. То есть, это тоже по цвету, типа, можно там использовать. Тоже здесь, по-моему, нужно... Ну, вот. То есть, можете разбираться. Я, как бы, в этом... В этом... В этих... В этом курсе, точнее, не использую это все. Поэтому Bright Contrast – это тоже значение. То есть, вы можете обесцвечивать, делать контраст. Более контрастно, менее контрастно. Bright – это яркость. Ну, и тут маск. Ну, маск – это более такая продвинутая техника. Это нужно иметь дело с масками. То есть, мы тут ее не используем. Окей. Мы с вами быстро пробежались по настройкам. Теперь давайте сделаем следующее. Переместимся в конец видео и добавим еще одно видео. Shift-A. Movie. Ну, давайте Book Animation. Видео всегда добавляется в то место, где стоит бегунок. Давайте его поднимем выше. И сделаем следующее. У меня, вот, когда вы смотрите уроки, у меня есть некий переход. Этот переход мы будем сейчас с вами воссоздавать. Жмем Shift-A. Идем в Effect Strip. И здесь выбираем Wipe. Wipe – это переход, который я использую в уроках. То есть, вот, его, к сожалению, сейчас не видно. Не видно, потому что нам нужно какое-то другое изображение. Давайте добавим сюда синие. Shift-A. Movie. Ну, давайте Facebook Animation. То есть, поднимем его выше. Shift-A. Effect. Wipe. Давайте посмотрим, как теперь это выглядит. Ну, вот, какой эффект. Как сделать вот ту размытость, которая у меня в уроках? Смотрите. Здесь выделяем этот вайб. Стрип. И переходим, вот, эффект стрип. Здесь есть In. То есть, это будет анимация снизу идти. И Out. Это анимация сверху будет идти его. Blur. Это вот размытость. И, естественно, вы можете поворачивать его на разные углы. То есть, вот он будет сбоку. Вот такой элементарный эффект. Их тут очень много, честно вам признаюсь. С каждым можно поработать, повозиться. Shift-A, вот, например, да. Не знаю, там, Speed Control. Color тоже можно менять. Это, ну, Color, это сейчас объясню, что это такое. То есть, по умолчанию, если не стоит вот этот Color, то у нас, если заканчивается видео, еще осталось, оно становится прозрачным. Но когда стоит Color, оно у нас становится черным. Очень часто приходится использовать, когда есть какие-то переходы Fade In и Fade Out. Вот есть в киношном сланге такие Fade In и Fade Out. Это уход в темноту и выход из темноты, да. И вот используются вот такие вот полоски черного, да. Shift-A. Давайте еще добавим какой-то Shift-A. А, еще один интересный эффект. Вы можете посмотреть, что здесь есть. То есть, там, их очень много. И еще каждый можно подстроить под себя. Давайте сделаем следующее. Вот эту анимацию мы сделаем на фоне нижней анимации, да. Ну, во-первых, мы можем сделать Transparent. То есть, будет одна смотреться сквозь другую. Но, что еще мы можем сделать? Shift-A. Эффект. Transform. Transform отвечает за все. То есть, за уменьшение, увеличение размера. Мы сейчас уменьшим его. А, за позицию. Uniform Scale. Смотрите, вы можете уменьшать его как по оси X, вот мы растягиваем, да. Так и по оси Y. То есть, можете растягивать, сужать. Но мы уменьшим его пропорционально. Нажимаем Uniform Scale. И уменьшаем его пропорционально, где-то, ну, вот так. Пускай будет вот так. Это 2,8. Теперь, меняем его позицию. То есть, давайте переведем его куда-то в угол. И в нижний угол. Как-то вот так. Знаете, как в новостях есть такие. Давайте теперь сделаем, видите, у нас на заднем фоне прозрачность. Давайте теперь сделаем, добавим альфу. То есть, чтобы убрать альфу. Выбираем нижний слой. Выбираем Transform. Жмем Shift-A. И выбираем Alpha-Over. Вот что у нас получилось. То есть, у нас 2 анимации идут параллельно. Одна в одной. То есть, вот таким образом вы можете делать монтаж некоторых своих видео. Если у вас есть какие-то задумки по такому поводу. Давайте еще я вам покажу, как добавить музыку. Музыку мы добавляем точно таким же способом. Shift-A. Sound. Ну, вот у меня есть скачанная. Легально. Сразу говорю, у меня все легально. Это скачанная Jet Outside. Это из библиотеки на YouTube. Скачана мелодия. Вот мы ее добавляем. Смотрите. Порой вам приходится, вот даже я когда делаю монтаж. Мне приходится смотреть, как прорисованы вейвы. То есть, ну, волны звуковые. Чтобы их подстроить под видео. Какой-то всплеск, либо какой-то эффект нужно подстроить под визуальный ряд. Как увидеть эти формы? Изначально мы делаем кэшинг. То есть, чтобы закешировалась мелодия. И мы рисуем Draw Wave Form. То есть, вот рисуются эти формы. Для того, чтобы двигать любой из объектов, то есть, видео, будь то видео, будь то аудио, будь то изображение, мы выделяем его и нажимаем G, то есть, букву G английскую, проще говоря. И двигаем его в нужное нам место. Либо следующий вариант. Просто выбираем кадр, куда нам нужно это переместить. И жмем Shift S. И анимация подстраивается под... Не анимация, а последовательность движется к началу нашего курсора. Как нам обрезать любое изображение, либо любую анимацию, видео, музыку, неважно. Вот давайте обрежем музыку. Нам вот в этом месте не понравилось что-то. Мы там прослушали чуток. Кстати, чтобы прослушать в реальном времени, протягивая вот так вот курсор, мы можем сделать еще одну очень прикольную штуку. Заходим сюда в Playback и нажимаем... Нажимаем... Audio Scrambling. То есть, теперь вы будете двигать бегунок, и у вас будет как в обратном порядке, так и вперед прослушиваться полностью все, что вы говорите на этом стрипе, аудио-стрипе. Ну, давайте мы пока уберем. Так, возвращаемся к обрезанию наших стрипов. Как это сделать? Вот есть момент, который нам нужно обрезать. То есть, дальше идут какие-то шумы, либо что-то ненужное нам. Мы выделяем, ставим курсор там, где нам нужно. Выделяем наш стрип правым нажатием клавиши мыши, нажатием правой клавиши мыши, и жмем K. Все, стрип у нас обрезан. Мы выбираем ненужную часть, и жмем X, и удаляем. То же самое можно сделать абсолютно со всем. То есть, вот изображение, мы его тоже можем обрезать. К, так, оно у нас дублированное оказывается. Так, давайте удалим. Жмем K. Что происходит? А, у нас получился какой-то сбой. Я так понимаю, что он связан с вот этими вот показателями. Вот он, с вот этими показателями. Давайте с Shift-A загрузим еще одно изображение. Я вам покажу. Вот, мы можем сейчас опять его обрезать. Жмем K. Вот у нас он обрезался. X, удаляем. Ну, естественно, мы можем двигать его. Кстати, зажимая правую клавиши мыши и не отпуская его, вы также можете двигать изображение, либо видео по монтажному столу. Ну, я думаю, на этом можно закончить. А, еще одно. Вот у вас показано промежуток анимации. То есть, вы можете здесь менять количество кадров, да? То есть, там до тысячи, допустим, его доводить, да? Оно увеличится у вас автоматом. Либо, что вы можете делать? Вот вы создали какую-то анимацию, у вас она должна обрезаться здесь, да? Вы ставите здесь курсор. Ставите курсор на таймлайне и жмете E, английское. И, короче. Ну, английское E. И он у вас автоматом обрезается под ваш курсор. Для того, чтобы вывести, вам никаких настроек не нужно делать. Вы просто вот здесь указываете тот файл, как мы в прошлом уроке смотрели. В каком варианте вы хотите выводить. Как изображение, как видео. Выбираете энкодинг. То есть, звук, mp3, да? Выбираете путь. Там, допустим, выбрали этот путь, да? Дали имя ему. Смотрите, опять же, здесь постпроцессинг, где он у нас находится. Постпроцессинг. Вот. Опять же, вот секвенсер, это вот это вот окно. То есть, по умолчанию, у блендера есть приоритетность. Выводить композинг и секвенсер. Если не выводится композинг, то он проверяет, есть ли что-то на секвенсере. Если есть на секвенсере, то он выводит с секвенсера. В противном случае, если нет ни того, ни того, он выводит то, что находится в окне 3D вида. Как-то так. Если у вас не выводится изображение, проверьте, поставлена здесь галочка секвенсер. И далее, вот мы сделали все настройки. Выбрали здесь количество кадров. Разрешение мы, помните, как подгоняем. И жмем Animation. Видео у нас сохраняется в необходимую территорию, которую мы указали. И вы можете пользоваться своим видео по назначению. Загружать, распространять его, делиться со своими знакомыми. Порадоваться самому. И получать прибыль с того видео, которое вы смонтировали. Спасибо вам. Это был последний урок данного курса. Я желаю вам только развиваться в правильном направлении. И совершенствоваться в создании вот таких продающих стилизованных видео. Все. До скорой встречи на просторах интернета. Субтитры создавал DimaTorzok